Огромная купетерская усадьба Суховых, вот в середине въездные ворота со львами конца 19 века, жилой дом, универсальный магазин 1880-х годов и потом 1890-х. Общая площадь до тысячи квадратных сажений, то есть 4000 квадратных метров. Пересечение базарной площади и улицы Большой Тобольской, ныне проспекта Социалистического и улицы Льва Толстого. Здесь стоит старинный дом, который многие современники помнят как торговый центр «Империал». Памятник архитектуры середины 19 века пережил разные события. И сейчас в его судьбе новый крутой поворот. Через 160 лет зданию вернут исторический облик. И выстроен он был купцами Суховыми. Вероятнее всего Дмитрием Никифоровичем Суховым, который владел, ну собственно, крупным торговым корпусом на базаре, владел кожевинным заводом. В общем, это был по тогдашним меркам олигарх. И вот он себе на базарной площади выстроил большой жилой дом. У него было, кроме двух этажей, еще цокольное помещение. Сейчас мы его не видим, оно задело, но там еще вниз есть помещение довольно-таки большое. Отреставрировать не только особняк известной Барнаульской династии, но и соседнее с ним здание, торговую лавку Суховых, решил один из местных инвесторов. Он считает, что воссоздание исторической архитектуры вопрос очень сложный и пока не раскрывает подробности. Но известно, что проект реставрации уже прошел все необходимые экспертизы, получил одобрение общественного совета города. На днях на объект зашел подрядчик. Прежде всего, конечно, мы заказчики, мы все заботимся о том, чтобы сама основа здания, это фундаменты, стены и прочее, привести в соответствующее состояние, в необходимое рабочее состояние. Поэтому сейчас ведутся работы по укреплению фундаментов, гидроизоляции и отводу грунтовых вод. После укрепления и восстановления основных конструкций здания займутся фасадом. В особняке разместится гостиница, а по соседству – ресторан. Дизайнеры в данный момент еще работают над интерьерами заведений, но оба они будут стилизованы под 19 век. Здесь будут представлены и находки, которые здесь в процессе раскопок и довелись, изучение памятника, очень интересные артефакты. Здесь будут представлены, конечно, я думаю, исторические фотографии, такой какой он был, Сулуховых, может быть, кто владельцы были. Сроки завершения реставрации не называют. Старинные объекты непредсказуемые, многое может меняться по ходу работ. При этом затраты миллионные. Специалисты обращаются к властям города и края с просьбой всячески содействовать реализации проекта. По их мнению, после завершения работ купеческая усадьба Сулуховых может стать жемчужиной туристического кластера. Любое старинное здание, особенно такое старое, вызывает интерес гостей и приезжих. Я совершенно точно могу сказать по своему личному опыту, как экскурсовода, что да, любят у нас смотреть на старые кварталы. Безусловно, у них есть определенная атмосфера, определенный шарм этих кварталов. И, конечно, если вот это здание будет отреставрировано и оно будет отсылать нас с 19 века, конечно, все будут смотреть, фотографироваться здесь. Сегодня в Барнауле частные лица реставрируют восемь старинных зданий. То, что инвесторы начинают поворачиваться лицом к истории, радует краеведов. Они говорят, это уже во многом благотворительные бизнес-проекты, которыми как раз славился Барнаул в дореволюционное время. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.